21 год в армии. Мечта детства, которая стала реальностью. Родилась Анастасия в военном городке Новоколосово. Перед глазами маленькой девочки постоянно были люди в форме. Ей очень хотелось стать, как они, серьезной, организованной и ответственной. Все исполнилось. Сейчас старший прапорщик руководит столовой в зенитной ракетной бригаде. И дело не в волшебстве, а в усердии и целеустремленности. Анастасия четко знает, кто из солдат отправится после службы домой, а кто хочет остаться на контракт. Внимание к деталям. Материнская черта. Ведь в семье старшего прапорщика настоящий боевой расчет. В его составе студент колледжа Арсений, мамина копия Анна, будущий школьник Марк и трехлетний Женя. В квартире благодаря маленьким воинам нет места грусти и тишине. Я своими детьми очень горжусь. Ну и мужем, конечно. Так же, как и детьми, даже больше, потому что он глава семьи. Анастасия мечтает стать офицером и улучшить жилищные условия. Две комнаты для такой большой семьи уже маловаты. Строительство начнут в следующем году. Но на мамины сладости, за общим столом и сейчас умещаются все. А еще каждый из ребят требует особую кружку с военной символикой. Такая атрибутика в особом почете. Здесь главенствует любовь и забота. А сила объятий настолько крепкая, что хватит даже на самое большое дерево в местном парке. Чувство локтя помогает преодолеть любые сложности. Люблю за то, что она вообще есть, за то, что она мать моих детей, за то, что она самая лучшая. Люблю за все ее. Анастасия Кричевцова каждый день доказывает, что успешную карьеру можно совмещать с хлопотами о доме. А еще ее материнской теплоты хватает, чтобы помочь детям с непростой судьбой. Ее сердце подсказало, что маленький Женька должен стать частью большого семейства. В марте этого года светловолосый малыш обрел родителей, а в детской появилась четвертая кроватка. Для меня счастье, конечно, видеть здоровых детей с блеском в глазах, когда они улыбаются. Для меня счастье, когда ты идешь домой и знаешь, что к тебе бегут и кричат мама, и тебя так рады видеть, слышать. Для меня счастье, когда и на службе у меня все хорошо. Мне кажется, для любой женщины, наверное, большего и не надо. Сергей Чураков, Юлия Шкутько, Павел Гузич, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро».